Друзья, мир всем! Вот и наступила общепринятая дата конца одного временного отрезка в 365 дней, который мы называем год. Мы по традиции подводим итоги. Если помните, год назад, когда мы организовали с нуля свой канал, я также стоял здесь, возле этой печи, в печи горели дрова, и мы подводили итоги, говорили пожелания. В этот раз сделаем то же и вспомним, как прошел этот год. Этот год, ну, достаточно, наверное, быстро пролетел, может быть, для кого как. Если сказать словами Брежнева, то этот год был тяжелым для братских народов. На самом деле, год был необычный, никогда так не начинался, никогда так не проходил. Год был тяжелым, но все равно были радостные моменты в этом году. было много интересного. Было что-то и неинтересное. Была прибыль, была убыль. У нас год начался с радостного момента. Бог нас благословил. У нас четвертый сын родился. И, собственно, год пролетел. Я бы хотел дать установку на следующий год из одной очень интересной книги, которая писалась более трех тысяч лет назад, наверное, одним человеком. Эта книга называется «Псалтырь». Она находится в книге Библии. И вот, что этот человек пишет, «Царь Давыд». 33-й Псалом, 11-й стих. Он пишет, «Скинны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе». Так вот, дорогие, я желаю, чтобы каждый, то есть это пожелание на Новый год, на следующий, каждый, чтобы искал Господа. И тогда Господь пошлет нам все необходимые благи, блага, в которых мы нуждаемся. Еще 2000 лет назад нас предупредили, что все, что сейчас происходит, этому всему надлежит быть. Но это еще не конец. Вот, поэтому я желаю в наступающем году всем терпения, веры, ищите Бога в первую очередь, и Бог все устроит. Пусть вас Господь благословит во всех ваших начинаниях, чего мы вам желаем от всей души и всего вам хорошего в Новом году. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте наши видео. Мы рады всем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok